Умеренно оптимистичный, так исполняющий обязанности министра финансов Владимир Бахарь, охарактеризовал прогноз развития на ближайшие три года. Говорит, хоть и ожидается рост доллара, должны подняться и цены на рынке цветных металлов, и спрос на продукцию, которую производят в крае. Основную ставку власти делают на добывающий сектор, металлургию, машиностроение и высокотехнологичные производства. Большую часть доходов ждут от налога на прибыль организации. 27 миллиардов рублей казна получит из федерального бюджета. В итоге в 2018 году бюджет края выглядит следующим образом. Доходы 217,5 миллиардов рублей. Это на 10 миллиардов больше, чем в этом году. Расходы тоже увеличатся и составят 232 миллиарда. Общий дефицит почти 15 миллиардов. Ключевыми задачами следующего периода будет являться, конечно же, выполнение указов президента и соответствующие ресурсы на эти цели предусмотрены. Это подготовка к универсиаде и к 400-летию Енисейска. Кроме того, новацией бюджетной политики является развитие проектной деятельности или проектного управления. В том числе Край здесь планирует продолжить принять участие в федеральных приоритетных проектах, а также реализовывать на своем уровне региональные проекты. Бюджет сформирован на основе 24 программ. Деньги направят на выполнение всех социальных обязательств. К примеру, с 1 января следующего года зарплаты всех бюджетников Края вырастут на 4%. Проиндексируют также социальные выплаты, расходы на питание и коммуналку в учреждениях. На ремонт дорог потратят 4,5 миллиарда. Из них миллиард на улицы, в городах и поселках. Значительная часть денег пойдет на развитие. Это не только подготовка к всемирным студенческим играм, но и новые школы, реконструкция краевой больницы и БСМП, Могучатская ЦРБ, возведение перинатального центра в Норильске и третья очередь онкоцентра. Председатель ЗАГС собрания Дмитрий Сверидов говорит, следующий год будет непростым, но главное удержать баланс. То, что касается напряженности следующего года, она связана, конечно, с подготовкой к универсиаде, поскольку мы предполагаем, что в том числе и, возможно, по требованию федерального центра, нам придется часть средств дополнительно изыскать, в том числе из собственных средств выделить. Но, тем не менее, заходя в 2018 год, параметры бюджета, особенно его дефицит, мы удерживаем на уровне 2017 года. И задача дефицит постепенно уменьшать. По прогнозам, к 2020 году он должен снизиться с почти 15 миллиардов рублей до 2 миллиардов 400 миллионов. Ну а депутатам еще предстоит большая работа. Нужно распределить больше миллиарда рублей, которые добавились к расходам после обсуждений в комитетах и с временно исполняющим обязанности губернатора края. А проблем накопилось немало, в том числе в здравоохранении. Я могу назвать еще одну очень важную проблему, которую нужно решать и нельзя ее откладывать в долгий ящик. Это приобретение нового замена оборудования в наших больницах. Потому что в последний раз крупная поставка происходила 10 лет назад в рамках приоритета национального проекта. За 10 лет, как вы понимаете, оборудование устаревает. Теперь депутаты должны рассмотреть все замечания по краевому бюджету в комитетах. Ну а окончательно принимать главный финансовый документ региона будут 30 ноября. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости.